Что еще остается делать в дождливый день? Красить ногти Вот сделала маникюрчик Не видно, да? И любоваться на дождливый город Сегодня я что-то на целый день зарядила Идет и идет дождь Идет и идет Хотели с девочками встретиться Но опять дождь идет Всем привет, мои хорошие! Наконец-то у нас с мужем дошли руки украсить наш зал Сейчас покажу, как мы его украсили Повесили вот такую вот гирлянду На картину Сейчас с другой стороны сниму Сегодня у нас идет дождь Поэтому так пасмурно, темно в комнате И муж смеялся Говорит, что елкой будет наш шкаф Смотрите В итоге развесили на этот шкаф Как это называется На эту тумбочку игрушки Видите, развесили немножко этот Как он называется Господи Рождественский сапог Которому уже муж сказал Порядка двадцати лет Представляете? Двадцать лет тому сапогу Вот Отсюда видно Гирлянду Ну, может куда стемнеть Еще раз поснимаю Повесила вот эти Сказала, что тоже очень любит эти игрушки Его любимые Так Ну и с этой стороны тоже повесили гирлянду Так как у нас елки нет Елкой у нас будет шкаф Повесили гирлянду вот на шкаф И кусочки, говорю, давай вот так положим на этот, на диван А здесь у нас получается диван склад Здесь у нас люстра, кстати Эта лампа не рабочая Надо ее отсюда убрать Не знаю, что тут стоит Надо убрать ее Вот Так что, когда будет темно Смотрите, как красиво Когда стемнеет Еще раз вам все поснимаю И вообще, я сегодня собиралась встречаться с подружками Или же, если нет, то поехать в Санта-Крус за платьем Вечером с мужем Ему как раз была сегодня вечером на работу Завез бы меня И в итоге пошел дождь И зарядила на целый день И я аж такая, думаю, ну что я поеду в тот Санта-Крус И подожду лазить Внешне к спеху Могу и завтра поехать Вот так я, короче, занялась домашними делами Сделала маникюрчик Вот сейчас как-то Просто на телефоне намного все светлее Чем в реальности В реальности вообще темно-темно уже На телефоне Сантея делает Так вот, возвращаясь к маникюрчику Сделала таким малиновым лаком Таких, которые летом покупала Уже сто лет не делала маникюр Наверное, вот как в Мадрид мы ездили в конце октября Все, вот получается где-то два месяца-полтора без маникюра я Вот Так что, думаю, надо себя приводить в порядок Как говорится, делать было нечего Надо было занимать себя делами За окном идет дождь, поэтому развлекаю себя как и могу Пообщалась еще с подружками по WhatsApp У нас есть группа общая И уже муж ушел на работу И я взяла снимать блог Что я хочу сказать по самочувствию Мне то хорошо, то плохо Где-то что-то, наверное, перенервничаю или что И мне начинают это вот тут опять эти мышцы сжиматься Так что я вот, наверное, уже говорила Не в других влогах Наверное, вот декабрь месяц посмотрю Если меня не отпустят То реально пойду к какому-то психотерапевту Ну, в любом случае пойду к терапевту И уже буду смотреть Что-то как Что мне с этим делать Я еще все думаю, что на холод Что за счет холода у меня сжимаются эти мышцы Потому что если я согреваюсь Например, как ночь подъяло Меня отпускает А днем, получается, я все время в таком вот напряжении Вот здесь вот все у меня Поэтому я с трудом ем Опять же, с трудом ем Потому что где-то страхи какие-то мои такие Чтобы не подавиться Ну, короче, да, приятного мало Иногда даже с трудом могу говорить И по плану у меня сейчас смонтировать влог Сейчас помонтирую немножко влог И пойдем жарить вместе оладушки Как раз холодно, сыро, дождливо Вчера было плюс 25 жарища Я ходила в шортах Сегодня, не знаю, сколько температур Грассов, может, 18 Идет дождь Сера уныла Как раз время есть оладушки Так что поделюсь с вами рецептом По которому я делаю оладушки И они получаются очень пышные и воздушные Все, я смонтировала видео Что если я долго провозила Целых 2 часа Пока я вложила музыку Ну и видео у меня большое Если там минут 10, то я быстро за час смонтирую Если я минут 20, то, конечно, 2 часа сижу и монтирую Теперь пора готовить ужин Я собрала волос, потому что я не люблю готовить с растущими лосами Сами понимаете почему Так что аккуратность превыше всего И теперь будем готовить оладушки Так, ну что, начинаем готовить наши оладушки Я наконец-то купила соду Я в прошлом видео Я в прошлом видео вам показывала, что я нашла соду Меркадония наконец-то Покупаю вот такой кефир Вот, я уже его вылила Он у меня уже этот час постоял Короче, потеплел Разогрелся Я обычно с холодного кефира готовлю Вот, я пока сходила волосы заплела Видите, как уже у меня поднялся кефирчик Так, а мне еще яйцо взбивать Так, это вставляю Я так понимаю, мне нужна будет побольше емкость Как видите, я уже разбила яйцо Добавила немножко соли 2 столовые ложки сахара Я еще добавляю ваниль для сахара Для ванили, но у меня он закончился Так что будет без ванилина Но с ванилином, конечно, намного вкуснее И все, теперь это все надо взбить Вот так вот венчиком Или же миксером Если вам не лень потом его мыть Все взбила до такой густой пены И теперь соединяем кефир Уже хорошо он у меня подошел С яйцом Еще хорошенько все перемешаем Все, кефир должен быть теплый, комнатной температурой Я никогда это раньше не делала Но вижу сейчас по реакции соды Что надо так делать Потому что сразу же кефир весь такой воздушный Все, теперь добавляю муку Добавляю муку И муки добавляю много Сейчас увидите Тесто должно быть густое-густое Вот смотрите, все хорошо перемешала венчиком И в конце я это все еще раз перемешаю ложкой Вот так, такими вот движениями Чтобы тесто напиталось кислородом Тогда оладушки еще больше подойдут Вот так, чук-чук-чук Чтобы они хорошо напитались кислородом И даже может еще добавлю немножко муки Потому что немножко жидкого стало По идее тесто вот не должно вот так прям литься Должно вот так прям Должно вот так куском накладываться Так что добавляю еще немножко муки Все, добавила еще немножко муки И уже видите, какое тесто То есть оно не должно литься Оно должно вот так накладываться ложкой Ну что, начинаем жарить Вот смотрите, как поднялись хорошо мои оладушки Я уже их переворачивала И я надеюсь, что они не упадут Сейчас покажу вам объем То есть видите, довольно-таки вообще высокие получились Красавчики Там чуть-чуть еще подрумяним А то у меня с поворотками равномерно жарят Видите, какие подгорелые уже Знаете, бледноватые Сейчас перекрутим И все Видите, какая красота Красотища Вы посмотрите, какая красота получается Я в восторге У меня давно таких оладушек не было Я жарила на разрыхлителе Естественно, они мне так не поднимались И на подходе третья сковородочка Всего у меня три сковородки получилось Ох, сейчас вкусненько попью чайочек Так, а есть мои красавчики Будут с таким вот медом Были на днях в пункте Дель Дальга Там, где мы жили И там был такой магазин Интересный Мы зашли Видите? Стейды Мед Стейды Как вы думаете, сколько такая баночка стоит меда? Здесь, наверное, 250 грамм Ценник сняли, не сняли? 7,60 Здесь на Тенерифе мед очень дорогой Дорогущий 7,60 И я, как я говорю, что, наверное, 250 грамм Не 300 300 грамм, но именно вот стейды И не факт, стейды не стейды С любого места мед очень дорогой здесь 6 евро, как минимум И купили еще такое масло оливковое Тоже очень классное Такое, ну, оно подороже и качество получше Вот именно, когда мы едим бутерброды с хамоном Вот хлеб, это масло, хамон и помидорчик Как вы думаете, сколько стоит такая бутылка? Опа 6,45 6,45 И тут, по-моему, пол-литра Да, пол-литра Пол-литра масла Так что вот такое у нас вкусное оливковое масло А где производство? Сейчас скажу, где производит А производство, вот написано Cadiz Испанское масло И заварила себе, как вы думаете, что? Заварила себе липу Недавно купила гипердин, еще не пробовала Заварила липу И буду пить свои оладушки с медом Единственное, что это очень бледная Ромашка больше натягивается Все, всем желаю приятного аппетита Ну что, поснимаю вам наши гирлянды Это переключается Огонечками горит Даже можно свет не включать Классно А вот это просто горит Это уже не переключается, не мигает Она тоже создает рождественскую атмосферу И я, как всегда, сижу, монтирую влог Мне больше по вечерам нравится монтировать, чем днем И свечки у нас здесь Мы зажигали вчера Естественно, когда зажигаем свечки Тогда цветок убираем на стол Чтобы он не подгорел Но сейчас свечки не буду зажигать Потому что вчера у нас не было огонечков С огонечками, в принципе, свечки можно не зажигать И так очень светло Естественно, что может вот эту зажигать Ой, точнее, наоборот не зажигать А свечкой зажигать Потому что это очень много света дает Гирлянда Вот такая у нас новогодняя елка Липа не поняла вообще, что-то как вода Вот вкус ромашки чувствует, когда заварив ромашку А липу что-то вообще не почувствовала Обязательно попробуйте пожарить оладушки по моему рецепту Видите, какие они пышные у меня получились Поэтому, если вам понравилось это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал И как всегда по традиции Всех обнимаю и целую Всем все хорошо До скорых встреч Пока-пока Пока